Всем привет! С вами Деви. И сегодня я представляю очередной бой из турнира Лига Чемпионов. Бой этот произошел между игроками Sol Invictus из клана SH и игроком Wolf of H. Carrier. На этот бой игроки взяли следующие фракции. Sol взял Эпировский, как мы видим. И вот генерал Эпировский, Элинская Царская Кавалерия. И Волк и Чкерри взял у нас пергамп. Ну что ж, давайте пройдемся по составам армий. Итак, расстановка у Sol такая компактная, без выделенных флангов. То есть, я их не вижу. В первой линии у него наемные трусские гаплиты. Гаплиты, гаплиты, гаплиты. Наемные трусские гаплиты. То есть, гаплиты в первой линии. Затем у него Тарантийская Кавалерия. Все две штуки слева, по центру прачники. И справа опять Тарантийская Кавалерия. Всего четыре Тарантийские Кавалерии. В последней пехотной линии у него наемные сомнитские войны. Наемные итальянские войны. Наемные итальянские войны. Итальянские войны. И опять сомнитые. То есть, взял он на этот бой всего лишь пять мечей. И также здесь видим очень интересный выбор. Это собачки. Такие вот собачки. В количестве двух штук. Взяла Солны. Не совсем понимаю, против чего они будут работать в армии Пергама. Ну, посмотрим. Ну и генерал, как я уже говорил, Алинская Царская Кавалерия. Это ударная кавалерия. Ну что ж, посмотрим, что взял на этот бой Волки Чкери. У него видны выделенные фланги. И длинный такой центр. Итак, в центре. Галатские копии. Раз, два, три, четыре. За ними стоят лучники. Раз, два, три. Генерала Пергамская знатная кавалерия. Вообще, странный выбор. Не люблю этот юнит. Малая броня у него, если я правильно помню. Да, вот видите, броня всего лишь сорок пять. Ну что ж, ну, выбор. Посмотрим, как он сыграет. Итак, еще мы увидим здесь галатские мечи. Скорее всего, здесь тоже галатских мечей. Он просто скрыт от нас. Можно, кстати, армиям, да, чуть-чуть сблизиться. Ударные кавалерия Пекинеры. Пергамские. В количестве двух штук по центру. Да, вот здесь появляются еще мечи. У Пергама, как и да. Раз, два, три, четыре, скорее всего, да, галатских меча. Но это больше похоже на правду. Итак, что еще? На левом фланге у нас ударная кавалерия Пекинеры. И два гаплита. Справа у нас гаплиты и ударная кавалерия. Примерно так, да. Все, вот такой состав. На бой берет Пергам. Ну что ж, балансный состав. Что с одной, что с другой стороны. Ну что ж, наверное, дадим армиям начать сближаться. Посмотрим, как полководцы используют свои фракции. Вообще, если сказать немножко об игроках. Пожалуй, это одни из топов. Даже вот два самых топа сейчас в игре. В Рим-2. Это Солен Виктус и Волкич Керри. То есть после ухода Грека Ираклиса. Они занимают топовые позиции. Ну, пожалуй, сюда добавить левелина нужно. Так что мы смотрим бой между лидерами Рим-2, Total War, сообщества. Итак, под углом так заходит Пергам. Мы видим. То есть линия фронта под таким углом. Этот фланг у Пергамы чуть-чуть сильнее. Выдвигается, пошла работать Тарантико. Сейчас будет пытаться отрабатывать. Скорее всего, да, пытается отрабатывать по ударке. Но видит это Волкич Керри. Отводит назад по прикрытию гаплитов. То же самое происходит с другого фланга. Она будет пытаться заводить. Кранирует гаплитами. Решил выстрелить. Да, сюда по ударке. Интересный. Хороший маневр. Здесь нет стреляющих копий. Видите, отгонять. Поэтому Тарантико безнаказанно здесь лазит. И отходит назад Солун Вику. Среди хочет дать отстреляться Тарантико. Потому что Тарантико только есть у него. Среди тоже подводят. И залп попытается дать. А здесь копия Гема метает свои дротики уже. То есть здесь уже опасно маневрировать Тарантико. Если фланги не защищены дротиками. То фронтальная фронта здесь все прикрыто стрелками и дротиками и луками. Ну что ж, начинается перестрелка. В перестрелке преимущество скорее всего Т-1 играет. Потому что прачники отстреливают лучников. Кто бы что ни говорил. Мы тестили. При равной цене прачники отстреливают лучников. Ну что ж, лупит Тарантико зачем-то в галатские копии. А, кстати, довольно успешно. У них там броня, наверное, очень маленькая. Да, 45. А, вот здесь происходит фокус 2 в 1. Но, тем не менее, при этом почему-то прачники начинают мигать первые. Да, потому что в них фокусит. Наверное, 2-3 даже юнита. Удар происходит. Столкновение от русских габритов с галатскими копьями. Галатские копья, конечно же, здесь сольются. Начинают заводить такую выделенную группировку с фланга. Она состоит из от русских габритов и сольницких войн. Очень сильная эта группировка. Но ее может пробить ударка очень нехило. Здесь небольшой недоконтроль. У волка что-то здесь лучники в ближнем бою делают. Да, вот лучники все замигали, сливаются. Отлично пробил ударка по габритам. Вообще хочу отметить тоже одна из таких не очень хороших особенностей Рима-2. Что вот казалось бы габриты, тяжелые пики должны быть плохой целью для ударки. Но на самом деле это идеальная цель. Они просто не убивают ее. Они просто... То есть ударка может безнаказанно ударить, свалить с ног и выйти. А пилумов нету у габритов. То есть они просто не успевают нанести повреждение ударки, если ее своевременно вывести. Если ее не оставлять там больше, чем на пару секунд. Ну что ж, атакует копья Агема. Атакует тут же отлично, вводит галатских мечений. Не успел среагировать Сол. Здесь скорее всего пробьют ему центр. Непонятна роль пока собачек. То есть я не наблюдал пока за ними. То есть что они, какую роль они сыграют в бою. Пока не видел их. Перехватывается натиск самницких воинов гаплитами. Гаплиты тут надолго их завяжут. Идет эллинская кавалерия. Здесь скорее всего сейчас она перехватит натиск ударки. Нет, генерал с генералом сходится. И ударка тоже бьет по генералу. Здесь попадает эмпирский генерал. Вот шквальным огнем находится пергамская ударная кавалерия со стороны прачников. И бьют они в спину. Но тут на помощь подходят мечи. Вообще генерал, конечно, в очень плохом положении у эмпира. Видимо, он уже проигрывает. Но на помощь пришли мечи, чтобы дала возможность вытянуть их. Отлично, отлично. Интересно развивается. Вот с собой здесь каким-то образом зацепила ударная кавалерия пергамо таракийскую кавалерию. Что ж, интересно. Интересно. Отводится ударная кавалерия пергамо назад. Но пока почему-то за счет чего-то бой складывается в пользу эмпира, если посмотрите на базу в пауэр. Ну вообще пергамо, в принципе, очень слабая фракция. То есть здесь, конечно, просто сложно что-либо противопоставить эмпиру. У него было у пергамо преимущество, конечно, в ударной кавалерии, которую кровь из носа нужно реализовать. Здесь надо вот здесь пробить и тут же назад пробивать. Ну либо так пробивать. И потом сюда пробивать. Но после сейчас его в клеще зажмут. Сол видит это и сейчас зажмет в клеще ударную кавалерию. Не успевает она набрать скорость натиска, поэтому натиск не проходит нормально. Да, сливается здесь ударная кавалерия. Между тем идет ударка на прачников, чтобы их отстрелить. И перехватывается натиск гавацкими копьями. Посмотрим, будет протягивать, нет? Ну протянул соу, вообще говоря. Сквозь копья протянул. Но не думаю, что это повлияло каким-то образом на исход боя. Надо запомнить время, это было 4, где-то 25. И написать соу, что так больше не делал, конечно. Потому что это была чистая протяжка через гавацкие копья. Стреляет тарантийская кавалерия по гавацким копьям. Но бой явно уже складывается в пользу Эпиру. Причем я не сказал, что тактически как-то переиграл. Просто более качественная пехота перерубает везде, я так понимаю, пехоту, галата, пергама. Уничтожен уже этот фланг. Левый фланг, правый фланг пергама уничтожен. Остатки ударной кавалерии пытаются проводить натиски, но натиски толком не проходят. Из-за того, что есть куча лошадей и сбежавших людей бежит. Но определенный успех есть на левом фланге пергама. Они разобрали левый фланг, во время как центр держится тут. Сейчас мы посмотрим. Из тыла отличный натиск ударной кавалерии. Вот здесь проходит. Это может вообще пару таких натисков сольют весь центр. Что будет? Да, пытается пройнуть в свою пользу бой волк-чкерри. Интересно. Ударка бьет. Ну, выводить ударку-то надо. Повторный натиск. То есть волк тоже пишет. Долго ударку не выводят. Но сам он тоже не выводит очень долго ударку. Здесь тоже самое. Сразу надо было выводить ударку. Ждет, пока пришли. Генерал. Генерал бьет сюда. И вот сол делает правильно. Удар, удар. Ушел. Заку за поддержку копий. Очередной удар в спину гоплитом. Интересно. То есть вообще пергама почти что удалось переломить этот бой. За счет ударов ударной кавалерии по центру. И зарулить центр. Но здесь конечно галатские мечи. Они не могли так долго держаться. Успел бы нанести если полк два натиска тогда. То выиграл бы центр. Это был, мне кажется, ключевой момент. Здесь. По стрелкам. По супе не у кого острию. Хотя нет. Осталось только гаматогрызок стрелков. Погнал все генерал. Зачем за тарантийкой? Ха-ха. Здесь хочет он тогда генерала ударить волк. Остатками огрызка своей ударной кавалерии. И здесь конечно сейчас пригреет тарантийка. Смотрите генерала. Да. И нечем, нечем помочь генералу. А, вот он хочет в тыл промежать. Ведь успевает нанести натислав. В принципе, молодец волк. Хорошо. Но, смотрите, вот все-таки кавалерия... Ой, не кавалерия юниты. Конечно, низкоморальные у Бергама. Вот они сливаются. Да. Не такие стойкие. То есть просто не хватило качества. Если так посудить. Мне кажется, просто не хватило качества пехоты. Бергаму. Не смог тут быстро ошарашить противника канатистскими ударки. Это единственный шанс Бергаму, по сути, выиграть. И такой безумный раши. О, тот куда-то вернулся. Вспомнил. СОПРА свой отряд Тарантейки. Ну, здесь понятно, шансов нет. У нее еще и боеприпасы есть. Да. Этого достаточно, чтобы все здесь уничтожить. Очень интересно быстрее, сколько генерал набьет. На самом деле, при низкой броне он довольно стойко держится. Продолжает-то носить натиски Волк. Этим огрызком. В гаплитах. Ну, сейчас это все накроет. Можно уже ускориться, конечно же. Можно ускориться. Но, смотрите, они наконец-то замигали гаплитами. Это, конечно, слишком поздно. Я думаю, и генерал Пергама. Да, он сейчас сольется. И вот возвращаются огрызки пергамских войск. Но ничего это не решает. Вернулись они. После того, как они сбежали. То есть, это не то, что про них забыл Волк. Просто они сбежали. Сейчас вернулись. Никакого не до контроля тут не было. Вот такой бой произошел. Ну, что ж. Посмотрим на показатели войск. Итак, СОЛ. Генерал Эллинская царская кавалерия. 87. Мало для такой ударки. Однозначно. Азот. Замечательно посмотреть, как от русских гаплит. Вообще, все гаплиты нарубили отлично. Ну, понятно, что пехота. Вот это у пергамы. Она очень гораздо более низкого качества. Она просто легла на этих и ногоплитах, и на наемных от русских войнах. Вот, посмотрите. 210. Замечательно. Даже итальянские мечники показали довольно неплохие результаты, кроме одного. Вот еще один самецкий воин, но тут маловато он набил. Стрелки, по сути, ну, один из трех отыграл. Собаки. Вот, к сожалению, я не видел, то есть я забыл следить за ними, что, никакую роль они выполняли. Ну, посмотрите, как они нагрызли. 101. Что они там нагрызли? Интересно, мне кажется, если кто-то заметил, что они там атаковали, напишите в комментариях. И Тарантийская кавалерия, то есть, она свою работу выполнила. 98, 87. Отлично. Одна только слилась, 14. Ну, что ж, пергам. Посмотрим, что у волка показал пергам. 129. Ну, это нормально для ударной кавалерии, хотя для своей цены, конечно, она должна набивать 200. Вот, ударка, из ударки, из четырех ударов, можно сказать, что сыграла только две. И это, конечно, причина поражения, не удалось в полной мере разыграть ударку, а пехота пергам, она только может поддерживать бой. Выиграть она бой сама по себе не может. Но зато стрелки получше настреляли у пергам, чем стрелки эпераж, что для меня удивительно. То есть, интересно, почему так получилось. То есть, галатские копья, вот два из четырех, но зато замечательно. Галатские мечники, замечательно, двое из четырех, один на четверку, и один слился. Ну, и каплиты, каплиты свою работу выполнили, они там держались. Но ход боя, конечно, и не могли переломить, это не тот юнит. Вот такой бой, но еще раз скажу, то есть, не удалось только ошеломить, реализовать свое преимущество в ударной кавалерии пергам. И в долгом, затяжном бою, конечно, просто медленно перекромсали все эти гаплиты и сомницкие войны. Просто перерубили все. Ну что ж, посмотрим на следующий бой. Второй бой между игроком Волкич Керри и Солен Виктусом. Итак, посмотрим, что взяли игроки на этот второй бой. Вообще, второй бой этот переигрывался, потому что в первой версии второго боя Солен Виктус взял 13 пехотных отрядов. Поэтому игроки должны были переиграть этот бой. Ну что ж, они взяли новые составы. Посмотрим, что взял на этот бой Волкич Керри. Он играет за селевкидов. Итак, как мы видим, тут чистый кайтинговый состав. Абсолютно чистый кайт. Всего лишь два пехотных отряда, похоже, взятых на сдачу. Это горцы, думаю, горцев. И стрелков. Тут у нас четыре восточных пращника. И, наверное, четыре лучника. Да, в перемешку с пращниками. Вот так сделаны они. И сзади кавалерия. Это греческие катафракты. Медийская конница. Царская конница. Здесь медийская конница. Царская конница и греческие катафракты. То есть симметричное построение. По центру тут еще медийская конница. И плюс к этому взяты три кучника на верблюдах. Вообще, такой интересный юнит. Потом в течение боя расскажу про него. Вообще, этот повтор я смотрю во второй раз. Потому что там были жалобы со стороны Соло по поводу протаскивания. Поэтому я внужден смотреть этот бой второй раз. Поэтому смотреть мы его будем все вместе на быстрой скорости. Не доставляет мне удовольствия смотреть это все еще раз. На медленном воспроизведении. Ну что ж, еще мы видим, что армия разделена, так сказать, на две части. У полка Эчкерри для кайтинга. Понятно, что он попытается как-то развести в разные стороны. Попытается раздербанить армию соперника и стрелять с разных сторон. Ну, а Соло берет, то есть он должен был тоже перенабрать состав. Он нарушил правила в первом бою. Что он берет на этот бой? Построение в линии. Так, в первом линии скутарьи и копейщики в количестве четырех штук. Во-первых, понимаю, да. Во второй линии иберийские прачники четыре штуки. В третьей линии ветераны-щитоносцы четыре штуки. Да, за ними стоят лузитанские копейщики две штуки. В центре генерал лузитанская, значит. И четыре кавалерии. Балансный состав. Ну, тоже видно, что Соло знал, что в профиле будет селевкидов. Собственно, пехоты-то нет хорошей. Приправили четыре одинаковых. Поэтому взял он только четыре мяча. Нет, пять мячей, но не стал брать шесть по максимуму. Он взял чуть больше копий. Правильный выбор. Посмотрим, как это сработает. Запустим видео. Пусть соперники сближаются. Ну, что могу сказать по поводу вот такой тактики. Вот кайтинг. Сам я грешу этим, играя в чистый кайтинг. Когда нужно выиграть там вот восточными фракциями или элинами варваров. Ну, что игра перекошена вот в рукопашном бою. Варвары перерубают все. Если очень уж хочется выиграть бюроя чистый такой кайтинг. Ну, откровенно сказать, играть против такого кайта или смотреть или комментировать, ну, никакого удовольствия не доставляет. Поэтому ускорим скорость. То есть, играть такой кайтинг, это фактически рассчитывать на скорость реакции. Тактики особой и стратегии тут нет. То есть, стратегия, конечно, есть на выбор состава. Но сама игра строится, кто кого перекликает. То есть, сможет кайтер перекликать или нет противника. Вот, видимо, реализует этот замысел по заходу во фланг волкичкерии. Сол ему дал, сразу же позволил это сделать, что, на мой взгляд, небольшая ошибка. Вот пошел первый натиск кавалерии, но отпугивают его катафракты. Но, ох, хорошо Сол сыграл. Цепляет кавалерия катафракты без натиска. В бой вступили. Да, это успех, первый локальный успех со стороны лузитанов. Вот, сколько теряют тут. Двух катафрактов греческих потеряли. Тоже натиск не совсем чистый, но проходит. И сливает этот натиск, сливает уже первый юнит кавалерии лузитанов. Вообще, конечно, самая важная задача для селевкидов, для волка и очкерии, это уничтожить вражескую кавалерию. Затем можно разбегаться лучниками и стрелять, стрелять, стрелять. И вот этот интересный юнит, это лучники на верблюдах. Его мало кто берет, потому что у него нет парфянской стрельбы. И вообще он такой, как бы, на юнит-карте у него написано, что это легкая кавалерия. Но это не должно вводить в заблуждение. Дело в том, что это лишь название. Верблюды имеют другой весовой класс и вообще другой тип маунта в базе игры. И на самом деле они по тяжести, они такие же, как тяжелая кавалерия. То есть вот эти вот товарищи, если в пехоту врубятся, они ее с ног валят, только так и убивают верблюда. Поэтому этот юнит, кроме того, что стреляет, еще очень хорошо с натиском уже пехоту уничтожать. Ну что ж, здесь зацепляет кавалерия противника лузитаны. Лузитаны, но расходятся, оба оттаскивают, потому что увидел тут в локточки бегущих скутарьев-копейщиков. Ну продолжаются такие натиски, натиски. Мне кажется, здесь надо было солу, конечно... Да нет, наверное, все правильно он делает. Пытается давить обе части. Это, конечно, очень тяжело, но, наверное, самая правильная тактика. Не дает просто сбоку стрелять. То есть контроля ему хватает, мы видим, чтобы управлять. То есть биться против двух частей армии селевкидов. Сливается вторая кавалерия у лузитаны. Это бесспорный успех для селевкидов. Осталось две кавалерии. Здесь сливается царская конница. Быстро довольно она слилась. Вот Волк Ичкери жаловался, что не очень хороший этот юнит. Перестал, перекратил давление вот на этот фланг сол. Решил сконцентрироваться, он на одном фланге, на одном крыле армии селевкидов. И попробует задавить его, догнать. Продолжает он давить, пытается цепить. Да, сейчас пробьет получником. Хорошо, замечательно сол пробил получником. Сейчас сольется этот, да, отливается отряд. Но сольется и эта кавалерия, что тоже не очень удачно. И удачный, и неудачный, конечно, маневр. Но тут выбивается медийская кавалерия селевкидов. И тут мы видим, в тылы заходит медийская конница. Вот так, все, начинается окружение. То есть уже недостаточно юнитов у Лузитар, чтобы не давать себя окружить. И сейчас будут попытки уничтожить прачников. Это ключевые юниты для Лузитана, для селевкидов. Вот эти прачники. Если их уничтожат, то будет просто расстрел Лузитана. Лузитан очень малая броня. И вот эти 8 луков, он уже не 8, уже 2, по-моему, вывели. Они просто расстреляют тут все. Вот так попадает в полное окружение армия Лузитан Соло. Пытается он тут выстроить оборону. Но как-то у него тут отдельные юниты стрелков стоят. И вот пытаться пробить с натиска сейчас успеет. Да, выбивает, выбивает. Вот так вот видите, как верблюды просто с одного с натиска очень легко сносят. Это, конечно, стрелки были. Потом мы увидим, как даже копейщики не могут задержать этих верблюдов. Какая-то немного хаотичная оборона у Соло. Мне кажется, вот тут ему нужно было уже определиться, давит он или встает в оборону. Здесь же он пытается вроде как и давить, и защищать своих стрелков. Это, конечно, очень сложно сделать одновременно. Но, может, это и правильно. Тут оголяются периодически. Они, это очень опасно, потому что если пробьет кавалерия. Здесь кавалерия, да, вот будет пытаться сейчас пробить. Булки Чкеррии видит это он. Но выдвигает своего генерала. Не дает пробить. И почему-то не решается. Надо было, наверное, тут решаться волку на удар. И как хорошо Соло отгоняет его. Тремя пехотными отрядами защищает трех стрелков. Мне кажется, тут надо было волку бить. Достало. То есть, по инерции чисто кавалерия бы достала этих стрелков. Но более аккуратно он предпочел сыграть. Хотя, на самом деле, очень много дротиков выхватил. Кавалерии на этих своих маневрах. Вот тут изолируются два мечника. Сейчас их будут уничтожать, наверное. А, ну здесь всего лишь одна кавалерия. Их просто расстреливать. Было бы здесь кавалерия, конечно, их бы легко сейчас раскатали. Одновременными ударами. Здесь небольшое недоконтроль у волка. Да, прачников догоняют. Пехота. То есть, иногда перестает автоматически убегать юнити. В Риме 2. Ну и в Атиле такое же случается. Опять устраивается линия обороны. То есть, очень хорошо. Сол видит, где кавалерия. И тут, там у него пехотные юниты экранируют. Здесь не было кавалерии. Здесь не было прикрытия. Сейчас появится прикрытие тут. Вот, копья им кого-то цепляют. Но также их убивает царская конница. Наверное, будет пытаться спасти. Он вот всей армии, посмотрите, идет сюда, чтобы спасти оставшихся в изоляции двух мечников. Очень интересно. Получится это или нет. Но пока по численности мы видим до сих пор преимущество на стороне Лузетан. Ощутимое еще. Постреливают, кстати, удачно берийские прачники. Опять в изоляции оказались два юнита. В спину они выхватывают. И сейчас будет натиск вот здесь, с этой стороны. Но это, может быть, было зря. Это не ключевые юниты, эти ветераны-щитоносцы. Кавалерию можно было и поберечь. Пытается тут догнать копейщиками лучников. Но сейчас выхватит натиски и будет уничтожен. Этот отряд музитанских партизан. Вот я не уверен. Ох, как хорошо зато лупят. Прачники по генералу убили двух. Ну, мне кажется, оборону тут уже надо более статичную выстраивать. То есть, не получится тут бегать. Уже мало солдат осталось, чтобы бегать и пытаться зацепить лучников. Потому что открываются дырки и может кавалерия накрыть стрелков музитанских. И вот идет отряд на верблюдах. Давайте посмотрим. Да, вот посмотрите, ключевой момент. Вот посмотрите, идет на перехват генерал. Вот об этом Сул жаловался. Он говорит, что он перехватил натиск верблюдов. И якобы здесь протянуло Волкичкери. Но, как видим, нет второго приказа атаковать. Чисто по инерции. У них огромная масса. Пролетают. К тому же с краю пролетают эти верблюды. И выносят иберийских прачников. То есть, вот здесь верблюды гибнут. Но те, что достали, они уничтожают. То есть, натиска сразу же уничтожает иберийских прачников. Такой мощный натиск у верблюдов. Верблюду, конечно же, сразу же сливаются. Потому что у них там очень малая защита. В ближнего боя всего 15. Но вот сам натиск за счет массы очень мощный получается. Итак, задача. Одну из ключевых задач выполнил Волкичкери. И один юнит иберийских прачников снесен. Здесь, между тем, был натиск верблюдами в ветеранов-щитоносцев. И вот еще один момент сейчас похожий будет. Вот, видите, лучники бегут. И сейчас они выхватят от верблюдов. Вот второй момент, когда думал, что была протяжка. Но здесь, видите, они не успел увезти их в Сол. Под прикрытие своих копий. И верблюды с натиска опять же врезаются. Хотя отряд от верблюдов не полный. Там треть отряда, но врезаются они в прачников. И очень много их сразу же, видите, валится на землю. То есть, настолько велика масса верблюдов, как у тяжелой кавалерии. То есть, они все здесь сносят. Вот эти копейщики не способны замедлить их в продвижении. Как видим, нет никакого протягивания, нет никакого прокликивания. Волк вообще, то есть, надо сказать, очень чисто играет. И вот, видим, прачники, они сливаются. Сливаются вот просто от этого натиска. Такова сила этих верблюжьих верблюдов. Вот 129 они уже набили. Сейчас они тоже умрут, потому что в ближнем бою они не могут держаться. Но свою задачу по уничтожению прачников они выполнили. Хотя нет, не полностью они их уничтожили. Но снесли там чуть ли не по пол отряда. Опять вернем на мой взгляд. Но опять хотел сказать, что Волк играет очень чисто. Несмотря на то, что в обычных, вообще он сам является большим, так сказать, адвокатом протягивания. Мы с ним часто спорим. Но вот в моих тургерах я знаю, то есть, он очень аккуратно, чисто играет. Как правило, не нарушает. И как мы здесь вот видим, то есть, он в чистую вынес от стрелков. Никаких протягиваний, прокликиваний не было. То есть, стрелки были вынесены натиском. Потому что соперник не успел их увестить. Вот в этом случае Сол. Так что, ну что ж, смотрим дальше. То есть, ключевую задачу вы выполнили все левкиды, можно сказать. Вот посмотрите, сразу же баланс сил выровнялся. После этих двух натисков. Ускорим скорость. Здесь опять по частям разбираются лузитаны. Ну, да, такой вот, как я говорю, что Сол вот этим вхождениями, брожениями дал уничтожить своих прачников. Так и получилось. То есть, не выставил нормальное коробочное. И так пожал плоды этого неправильной стратегии. Вот сейчас только он останавливается, начинает перестрелку вести. Вот давно надо было так. Вот еще один натиск. Ну, сейчас со всех сторон будут натиски. Это будет раздербаниваться. Просто нет сил. Вот сейчас сольется последний лучник. Нет сил уже прикрывать их. И да, со всех сторон следуют натиски. Все, лучников больше нет. Я не знаю, есть ли боезапас у прачников и лучников в селе в кидах. Но здесь уже, в принципе, хватит кавалерии, наверное. Нет, видимо, есть еще боезапас, потому что 3 минуты еще будет бой. То есть, пытается создать какое-то защитное здесь построение. Опять что-то начинает разбегаться, она в квадрат и вставает. Сейчас будет получать натиски взад-вперед. Да, вот сейчас получат в спину. Нет, стойкая вот эта, видимо, луфитанская знача, еще 3 минуты будет держаться. Копейщики активируют обилку по противодействию кавалерии. Да, здесь даже еще боезапас у лучников есть. Не знаю, еще не стал отстреливаться полностью волк. Видимо, решил, что уже побегал его в кармане. То есть, в принципе, он мог дострелять, скорее всего. Здесь все, что осталось. Опять обилка противодействия конницы. Будет ждать волка, пока она пройдет. Теоретически происходят залпы лучников. То есть, надо лучниками завязать с фронта какой-нибудь юнит и пробить с тыла. Вся обилка, наверное, да, второе дыхание. Да, вот сейчас будет натиск во фронт. Вот с двух сторон, скорее всего. Все верно делает волк. Как по книжке. Вот эти лучники, кстати, не нужно было тут пускать. Они только помешали хорошему натиску. Ну, то есть, здесь, скажем, вроде бы до последнего солдата. Но, мне кажется, волк поторопился. Он мог гораздо спокойнее закончить этот бой. Ну, вот теперь он наконец-то закончился. Для меня во второй раз. Посмотрим, что набили. Ну, вот смотрим армию селевкидов. Конница, конечно. Греческие катафракты. Отлично отыграли и выжили. То есть, посмотрите, генерал больше наполовину. Где-то на треть еще полон. То есть, отличные юниты. А вот это вообще просто свою цену. Сколько набили лучники для верблюдов. Это просто феноменально. То есть, 160, 120, 130. Замечательно. Сколько мне там? 400 монет всего стоит. То есть, они и стреляли, а потом с натиска как уничтожали. Миндийская кавалерия. Ну, здесь один из трех. Ну, это, конечно, им тяжело было. Там 100 капилумов летело. Я их в начале боя использовал волк, чтобы вынести, завязать вражескую кавалерию. Царская конница. Вот здесь один юнит, можно сказать, слился для юнита ценой 1300. И 187 хорошо нарубил. Ну, стрелки. Вот здесь только одного стрелка пригрели. И от двух стрелков в начале боя. Вот пригрели. Мы видим 6-16. А, да, 6-16. Остальные стрелки отыграли. Горцы. Ну, для горцев в таком бою, кстати, они до 31 это довольно хороший результат. Для бомжей, которые против такой варварской аравы противостояли в пехотном бою. Ну, лузитанов отлично лузитанская знать. Мечники. Ну, только один. Не видно, против кого им сражаться было. Есть, конечно, копейщики. Копейщики, кстати, неплохо сыграли. То есть, очень неплохо даже. Хорошо их использовал Сол. Ну, прачники. Ну, тоже постреляли. То есть, они больше пол боя смог защитить Сол. Вот, а каванярия одна слилась. И три сыграли. Вообще, вот, довольно ровные показатели. То есть, показывает уровень игрока Сол, что даже под таким суровым кайтингом у него откровенно слитых юнитов-то фактически только один. Которые откровенно слили. То есть, ну, замечательно. Ну, что ж, good game. Счет в матче 1-1. Между ними сыграли. А не в ничью. На этом все. Счет в матче 1-1. Счет в матче 1-1. Счет в матче 1-1.